Жителям Фокина объяснили, за что и сколько они будут платить в 2020 году. В администрации городского округа прошел обучающий семинар по вопросам расчета налога на имущество физических лиц. Специалисты Краевого центра кадастровой оценки Приморского края рассказали, каким образом по новому закону будет начисляться имущественный налог на объекты капитального строительства. С 1 января 2020 года в Приморском крае вводится расчет налога до имущества физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. В связи с чем в регионе в настоящее время проводится инвентаризация объектов капитального строительства, квартир, частных домов, гаражей. Об этом жителям Фокина рассказали приглашенные специалисты центра кадастровой оценки Приморского края. В то же время проводится оценка земельных участков состава земель лесного форта. Данное государственное кадастровое оценка у нас проводится на основании соответствующего распоряжения Департамента земельных и имущественных отношений о 25.04.2018 года, номер 49-й, о проведении государственной кадастровой оценки на территории Приморского края. Информируем вас о том, что 2.07.2019 года промежуточный отчет об итогах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости размещен в фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра. Выше указанная информация размещена на официальном сайте Росреестра в разделе «Определение кадастровой стоимости» с тем, чтобы любой налогоплательщик мог заранее познакомиться с оценкой принадлежащей ему недвижимости, уточнить следующие сведения – вид объекта недвижимости, площадь, наименование, год завершения строительства, количество этажей, местоположение. Вы можете посмотреть размер кадастровой стоимости по интересующим вам объектам недвижимости. Для того, чтобы посмотреть на сайте эту информацию, вам необходимо знать соответствующий номер, кадастровый номер объекта недвижимости. Там все просто на самом деле. Введен специальный сервис, называется «Узнать информацию онлайн». Вводите там кадастровый номер, и вам выдает информацию кадастровая стоимость, размер соответственно, и место расположения объекта капитального строительства. В случае, если информация на сайте не совпадает с реальными параметрами вашей недвижимости, необходимо как можно быстрее заявить об этом. Внести изменения в кадастровый реестр намного проще, чем затем в базу налогообложения. В случае, если вы не будете согласны с размером кадастровой стоимости, которую вы увидите, то до 20 августа 2019 года вы можете подать замечания к этим промежуточным отчетным документам. Почему? Да, возникает вопрос, надо это сделать именно до 20 августа. Если вы подадите замечания именно в этот период и ваши замечания будут учтены сотрудниками учреждения, то соответственно кадастровая стоимость объектов недвижимости будет изменена. Замечания по расхождению данных можно подать лично в Центр кадастровой оценки, почтовым отправлениям или через местное подразделение МФЦ, а также самостоятельно в электронном варианте через порталы региональных услуг Приморского края. В заключении встречи эксперты Центра дали подробные разъяснения по вопросам, возникшим у слушателей в ходе семинара.